Вот такая увлекательная вырезка из газеты о степени сжатия двигателя внутреннего сгорания стала темой видео, которое вы смотрите. Всем привет! Вы смотрите канал Инженер. Вопрос применения двигателей внутреннего сгорания, сокращенно ДВС, сейчас очень актуален. Он связан с исчерпанием запасов жидкого ископаемого топлива и загрязнением окружающей среды вредными отходами в результате сгорания этого самого топлива. Может показаться, что тема неактуальная на фоне распространения в последнее время электромобилей и гибридов различных типов, но это ощущение обманчиво. Парк электромобилей к 2050 году прогнозируется на уровне 10-15% от общего парка автомобилей. А планы по снятию с производства автомобилей с ДВС всего лишь фикция. Начиная с 2030 года, многие производители будут отказываться от моделей, на которых установлен только ДВС. А это значит, что в производстве будут гибриды. Вследствие чего 85% автомобильного парка будет оснащено ДВС. Пусть и в сочетании с электродвигателем. Не стоит забывать о старой идее применения в качестве топлива для ДВС водорода. В таком случае, конечно, что-то придется доработать, но сам ДВС сохранится. Вернемся к статье. Теорию рабочих процессов ДВС рассматривать не будем. Хватает специализированных каналов, на которых все подробно рассказано и показано. Но кое-что вспомнить понадобится. Что такое степень сжатия? Это отношение объема цилиндра при нахождении поршня в нижней мертвой точке к объему цилиндра при нахождении поршня в верхней мертвой точке. По сути, отношение максимально возможного объема цилиндра к минимально возможному. Объем цилиндра при нахождении поршня в верхней мертвой точке представляет собой камеру сгорания. На практике выявлено, что повышение степени сжатия увеличивает эффективность работы ДВС, которая измеряется коэффициентом полезного действия, он же КПД. Вместе со степенью сжатия возрастает нагрузка на детали двигателя и температура в конце такта сжатия. Для справки, работа ДВС, в частности четырехтактного, состоит из четырех тактов. Пуск, сжатие, расширение, выпуск. Бензиновые двигатели в основном работают на высокой частоте вращения коленчатого вала, а это значит, что применение надежных и тяжелых деталей сведет на нет преимущества высокой степени сжатия, а высокая температура в конце такта сжатия вызывает преждевременное воспламенение и детонацию горючей смеси. Следствием таких несвойственных нагрузок для бензиновых двигателей является прогорание прокладки головки блока, тарелок клапанов и их седел, днище поршней, поломка поршневых колец и перемычек поршня. Поэтому для бензиновых двигателей с применением топлива, имеющего октановое число 92, делаю степень сжатия от 9,5 до 10,5. Но вспоминая о теории решения изобретательских задач, можно сказать, что одной из тенденций технических систем является увеличение степени динамичности. Так почему степень сжатия обязательно должна быть постоянной? Тем более, что это дает определенные преимущества, но требует поиска эффективного технического решения. Преимущество связано с тем, что максимально допустимая степень сжатия определяется максимальным нагруженным режимом работы ДВС. А при менее нагруженных режимах такая степень сжатия приводит к крайне низкой эффективности работы ДВС. Поэтому на низких нагрузках можно увеличить степень сжатия, например, до 14. Это все позволяет серьезно экономить топливо. Порядка 30% в сравнении с постоянной степенью сжатия. Надеюсь, преимущества таких двигателей вы оценили. А теперь перейдем к недостаткам. Чтобы придумать, как технически реализовать такую идею, надо сильно напрячь мозг. Именно поэтому первый и единственный серийный образец такого двигателя появился только в 2018 году. А сейчас разберем концепции технических решений, которые были предложены различными производителями. Принципиально здесь возможно два варианта. Изменение непосредственно объема камеры сгорания и изменение верхней и нижней мертвых точек поршня. При этом изменение мертвых точек можно осуществлять за счет перемещения неподвижных частей или подвижных. Самый последний вариант самый сложный в реализации. Если обратиться к патентному фонду, то изобретений на этот счет хватает. Но давайте по порядку. Первый вариант реализовывала компания Volvo. В камере сгорания экспериментального двигателя было выполнено отверстие с установленным плунжером. Плунжер вдвигался и выдвигался из отверстия, изменяя степень сжатия. Простое, но неэффективное решение. Камера сгорания имела неоптимальную форму, которая приводила к неравномерному сжиганию топлива воздушной смеси. Второй вариант был реализован компанией Saab. Система получила название SVC. Saab Variable Compression. В 2000 году компания с этой системой стала лауреатом конкурса Engine of the Air. В номинации лучший концептуальный двигатель. Система работала с диапазоном степени сжатия от 8 до 14. Степень сжатия 14 устанавливалась на низких нагрузках, а на высоких нагрузках с включенным нагнетателем надува воздуха опускалась до 8. Конструкция двигателя системы SVC состоит из двух частей. Моноблока, включающего блок-головку, газораспределительный механизм и кривошипно-шатунного механизма, размещенного в отдельном картере. Имеется рычажный механизм, соединяющий моноблок с картером и обеспечивающий качание первого на угол до 4 градусов. Удаление или приближение моноблока к оси коленчатого вала изменяет объем камеры сгорания. Проблема такой системы была связана с резиновым уплотнением подвижного соединения картерных деталей. Именно об этой системе рассказано в газетной вырезке, продемонстрированной в начале видео. С тех пор, как СААП продемонстрировала эту конструкцию, прошло два десятка лет. За это время свои конструкции разработали другие компании. И несмотря на первое впечатление, самый технически сложный вариант оказался самым оптимальным. Много компаний пошли по третьему пути. Здесь тоже есть несколько вариантов. Первая группа вариантов – это изменение объема камеры сгорания с постоянным ходом поршня. Вторая – изменение и объема камеры сгорания, и хода поршня. Под эту классификацию и предыдущие варианты попадают. Как выяснили производители, можно изменять высоту поршня, уменьшая или увеличивая объем камеры сгорания. По этому пути пошла компания Ford. Поршень был составной из двух частей, напоминал гидрокомпенсаторы клапанов газораспределительного механизма. Но такая конструкция оказалась тяжелой и вызывала определенные сложности при управлении степенью сжатия. Следующий вариант связан с регулированием размера шатуна. Он разрабатывался компанией Toyota и был запатентован. Управление длиной шатуна задумывалось осуществлять за счет изменения давления смазки подшипников скольжения коленчатого вала. Третий вариант исполнения рассматриваемой идеей связан с установкой коленчатого вала на эксцентриковых муфтах, что позволяло смещать ось вала вверх и вниз, увеличивая и уменьшая степень сжатия. Такой вариант прорабатывала компания Volkswagen. Испытания двигателя проводились на автомобиле Audi A6. Испытания завершились в 2003 году без начала серийного производства. Трудности очевидны. Передача мощности от перемещаемого коленчатого вала к неподвижному входному валу коробки передач. Как видно, все варианты были испробованы. Все, кроме одного. Автопроизводители пришли к идее изменения самого кривошипно-шатунного механизма. Компания Peugeot на автомобиле модели 407 испытывала двигатель с изменяемой степенью сжатия за счет установки коромысла, управляемого положением дополнительного поршня. Двигатель получил обозначение MCE5VCRI. Степень сжатия изменялась от 6 до 15. Предполагалось начать массовое производство в 2015-2017 годах. Особенностью конструкции была возможность изменять степень сжатия в каждом цилиндре независимо. Но, как видите из рисунка, в таком варианте имеется много деталей со сложными сопряжениями. Поэтому надежность и дешевизна технологии под вопросом. Все проверенные варианты конструкции были менее надежны своих серийных братьев с постоянной степенью сжатия и более дорогие. К тому же, как говорится в статье, доработка двигателей с уменьшением степени сжатия позволяла владельцам экономить, заправляясь не 95-м, а 92-м бензином. Это наши отечественные умельцы делали за счет установки дополнительной прокладки. Да, топливо расходовалось на 5% больше, но экономия на цене с лихвой перекрывала эти потери. Такой ход владельцев возводил еще более сильный барьер для появления на рынке автомобилей с двигателями, степень сжатия которых изменялась. Беда современного электротранспорта в том, что в электродвигатель такую волшебную прокладку не поставишь. Но в 2018 году желаемое произошло. Появился первый серийный автомобиль с ДВС, имеющий изменяемую степень сжатия. Компания Infinity в модели QX50 использовала двигатель с системой VCT, Variable Compression Turbo Charged. Диапазон изменения степени сжатия тот же, что и у Saab 20-летней давности. Используется турбонаддув. Видимо, только при его наличии система становится эффективной. В кривошипно-шатунном механизме использован траверсный механизм. Такая конструкция оказалась оптимальной с точки зрения надежности и стоимости. Как видно, траверсный механизм, кроме управления степенью сжатия, корректирует и кинематику кривошипно-шатунного механизма. 20-летнее развитие технологии дало свои плоды. А сколько технологий не доходит до серийного образца? Сколько еще находится в стадии разработки? Если вы проявляете интерес к такой информации, жмите красную кнопку подписаться. Следите за полезными видео о технике и технологиях на канале Инженер.